МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Второй в Югре, первый в Сургуте. Тяжело ли организовать Кубок мира по водному полу? И как пришлось преобразиться 50-метровому бассейну для того, чтобы соответствовать требованиям Международной Ватерпольной Федерации? Расскажем сегодня в телевизионном обзоре новостей. Здравствуйте! Каким был тон уходящей недели, знают корреспонденты службы информации и телерадиокомпании Сургут-Интерновости. И я, Дарья Давыдова. А вот еще темы, которые мы обсудим в этом выпуске. Ватерпольный Кубок мира в Сургуте. Событие, аналогов которому еще не было. За трофей по женскому водному полу ведут борьбу 8 сильнейших команд планеты. Среди фаворитов Россия и США. Эксперты прогнозируют именно такой финал. Все статистические выкладки сыграл Дмитрий Круковец. Участвуй и побеждай. 9 сентября – последний день, когда можно заполнить и сдать анкету историко-краеведческой викторины города Югры. На кону в Сургуте – квартира, 4 машины, снегоход, скутеры, бытовая техника. Насколько вопросов нужно ответить правильно, чтобы попытать счастье в розыгрыше призов? И зачем каждому бланку присвоили отдельный уникальный QR-код? Знает Антонина Сахарова. Медицинский десант окружного кардиодиспансера обследовал жителей пяти поселений Сургутского района. Ориентир держали на старшее поколение, на тех, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами. Эффективность свою такие выезды доказали. 50 человек поедут в ОКД на дополнительные скрининги. Почему кардиологам иногда нужно вызывать в поселение вертолет? И какие диагнозы в основном поставили специалисты, прошедшим обследование людям? Расскажем в нашем спецрепортаже. Может, каждый можешь и ты. Мы вновь возвращаемся к истории маленькой Амелии Хомченко. Обследование для девочки с двумя редкими генетическими заболеваниями провели врачи Германии. Вывод однозначный и неутешительный. Помочь ребенку может только единственный в мире препарат. И в России он не продается. Иван Фирсов подробнее о жизни с верой в чудо. Лучший Дед Мороз России перевоплотился в Заяца. Анатолий Лупашко и другие актеры театра «Петрушка» приглашают сургутян на новый спектакль «Открывающий сезон. Красная шапочка». Заяц в нем отнюдь не трусливый персонаж, а надежный друг и даже телохранитель. Руководство труппы отмечает, что весело будет зрителям любого возраста. Об этих и других новостях культуры расскажет Екатерина Любешева в нашем постоянном обзоре. 9 сентября – единый день голосования. Сургутяне выбирают губернатора Тюменской области. На пост руководителя соседнего региона претендуют 4 кандидата. Также жители двух одномандатных округов нашего города принимают участие в довыборах депутатов в муниципальный парламент. На кресло в Думе Сургута заявились 11 человек. Избирательные участки начинают работать в 8 утра. Их двери открыты до 20.00. Всего в нашем городе функционируют 123 избирательных участка. Комплексы обработки избирательных бюллетеней установлены на каждом четвертом. 80% помещений оборудованы камерами видеонаблюдения с трансляцией в интернет. Все участки находятся под охраной полиции. На многих установлены рамки металлодетекторов. Также 9 сентября члены УИКов совершат поквартирный обход. Право проголосовать дома есть у тех, кто не может прийти на участок лично. Добавлю, что 8 числа завершилось досрочное голосование. Эти бюллетени будут вскрыты вместе со всеми после закрытия УИКов. Тогда же начнется подсчет голосов избирателей. Событие, аналогов которому еще не было. В Сургуте еще никогда не вручали Кубок мира по командным игровым видам спорта. Этот трофей на уходящей неделе найдет своего обладателя. За награды во втором по значимости на планете турнире по водному полу ведут борьбу представители Европы, Азии, Африки, Америки и Океании. В числе фавориток женского мирового первенства США, Испания и Россия. Команды уже завершили групповой этап. Без поражений его прошли только наши ватерполистки и американки. Всю аналитику предварительного этапа собрал воедино Дмитрий Круковец. Торжественно Кубок мира в Сургуте открывали после первого игрового дня. В адрес организаторов сказали немало добрых слов, но главные прозвучали от принимающей стороны. Губернатор Югры Наталья Комарова, специально прилетевшая в Сургут на церемонию, намекнула на готовность принять соревнования с участием не только женской, но и мужской сборной России. Я уверена, что после того, как вы у нас поработаете, замечательные спортсменки, и мужская часть ватерпольной семьи присоединится, и мы сможем стать для вас родным домом и стадионом, который примет полные команды мужские и женские на любого уровня соревнования. Меж тем открывала Кубок Игра сборных США и Новой Зеландии. Многочисленные зрители увидели град забитых мячей, а класс соперников оказался несопоставим. Молоденькие островитянки практически ничего не могли предъявить именитым американкам, действующим олимпийским чемпионкам. Команда США, команда мирового класса, и сегодня мы получили возможность сыграть против сильного соперника. У американок выше скорость, но мы будем стараться прибавлять. Это один из приоритетов на следующие матчи. В правилах водного пола не так давно произошли изменения, поэтому сегодня у нас была возможность их отработать. Это была не самая сложная игра. Мы выкладывались не на полную. По ходу турнира мы будем еще прибавлять. Каждая из команд в дальнейшем свои слова сдержала. Новозеландки сумели обыграть сборную ЮАР, а вот представительницы США, похоже, вышли на свои максимальные обороты. За три матча группового этапа американки забили 61 гол, а пропустили всего 6. А что же Россия? Наша команда дебютировала на домашнем турнире встречей с Испанией. Матч получился напряженным. Гости сначала уступали в счете, но затем сумели его сравнять и даже выйти вперед. Но победа в итоге досталась хозяйкам воды. В решающий момент наша команда максимально мобилизовалась. В четвертом периоде россиянки не пропустили ни одного гола. Итог 13-9. Игра была непростая сегодня. Были такие качели, непонятно было, чем закончится. Но я думаю, сегодня мы были намного сильнее и просто позволили им секундочку поверить, что, возможно, эта победа достанется им. Второй матч группового этапа россиянки проводили против сборной Австралии. Эти команды встречались в тестовой игре в Сургуте за несколько дней до старта Кубка мира. Может быть, именно этот факт помог спортсменкам пятого континента в начале матча. На первых парах именно австралийки ввели в счете. Просто пару моментов не попали, потом собрались и раскрутились девчонки. Накатили много контратак, забили свое, и игра пошла. Уже к середине второго отрезка матча счет был равным. А затем россиянки совершили мощный рывок, отыграть который было уже невозможно. Во время тренировочного матча мы смогли увидеть некоторые секреты сборной России. Просто мы допускали ошибки в обороне, у нас не складывалась игра в атаке, мы не смогли разместиться точно на позициях для броска. Это было несложно, но мы не смогли использовать свои возможности. В итоге, уверенная победа россиянок со счетом 14-8. Благодаря этому триумфу наша национальная команда досрочно заняла первое место в группе. Матч с Китаем стал формальностью, но и его наша команда сумела выиграть. Первый период встречи завершился со счетом 5-3 в пользу нашей команды. Дальше отрыв продолжал только расти. Россиянки ни разу не позволили соперницам выйти вперед и завершили матч с комфортным для себя счетом 19-11. Это очень тяжелый матч. Мы знали, что с командой России будет очень сложно. Несмотря на то, что мы уже встречались в этом сезоне и знали сильные и слабые стороны соперника. Также несколько наших ведущих ватерполисток получили травмы. Может быть, помешало и это. К тому же мы дали России реализовать слишком много контратак. Это проходящий этап. Все основные игры у нас будут 1-4 полуфинала. Нам надо было выиграть эту игру, чтобы занять первое место и выйти в 1-4 на четвертое место на более слабую команду. Поэтому пока мы эмоции держим при себе. В итоге лидерами в своих группах стали Россия и США. При этом американки установили несколько достижений на предварительном этапе. Это самая забивающая команда нынешнего Кубка мира и самая лучшая по игре в защите. Баланс забитых и пропущенных мячей 61 на 6. На втором месте по атакующей мощи российская сборная, у которой 46 забитых голов. Но при этом по пропущенным мячам вторыми стали канатки. В их ворота забито 24 мяча. По 28 у испанок и россиянок. Благодаря этому первому месту мы, естественно, выходим в четвертый финал. Скажем так, на самую слабую команду из этой подгруппы, команду ЮАР. Понятно, что эта игра ни в коем мере не должна быть проходной. Но, естественно, начнем отрабатывать уже те моменты, которые непосредственно будут нам необходимы для того, чтобы более удачно сыграть в полуфинале. Сборная ЮАР – абсолютный аутсайдер турнира. Африканки заняли последнее место в группе Б. На их счету 8 забитых мячей, 54 пропущенных. Для сравнения, китайцы, которые в группе А также стали последними, выглядели намного агрессивнее. Пока оправдываются прогнозы экспертов, согласно которым самым предпочтительным финалом Кубка мира станет встреча России и США. Дмитрий Курковец специально для телевизионного обзора новостей. Между тем, на пресс-конференции, которую для СМИ провели в первый день международных соревнований, прозвучала информация, что в Сургуте может появиться секция водного пола. На самом деле, разговоры об этом шли достаточно давно, однако для юных ватерполистов не было площадки, где они могли бы тренироваться. С появлением 50-метрового бассейна вопрос отпал. Глава города Вадим Шувалов отметил, что юные спортивные кадры могли бы пополнять ватерпольный клуб «Югра», который базируется в Ханты-Мансийске. Однако открытие секции пока все же проекта, и перед ее запуском предстоит решить массу организационных вопросов, например, с тренерским составом. Впрочем, Софья Конух, исполняющая обязанности директора Департамента физической культуры и спорта региона, отметила, что здесь на помощь может прийти цикличный спортивный процесс. Команда мастеров, когда кто-то заканчивает, девчонки остаются в спорте, это замечательно, потому что они продолжают популяризировать спорт, да, остаются в этой индустрии, физической культуры и спорта, да, являются и примером, как в своей гаере, так и передают потом это желание заниматься спортом и детям, занимаются с ними, поэтому кто-то из девочек, которые вот закончили, они смогут поступить и тренировать детей. Помимо тренерского состава предстоит заняться еще множеством важных моментов, в частности, организовывать воду для занятий, то есть это разметка поля, установка ворот, в любом случае открытие секции, это планы не ближайшей недели. Да и у наших специалистов уже есть достаточный опыт в этом отношении. Сегодня в студии телевизионного обзора новостей Денис Гришин, заместитель директора спортшколы Олимп, которая занималась организацией Кубка мира по водному полу, о тонкостях и сложностях подготовки узнаем у него прямо сейчас. Денис, приветствую. Здравствуйте. Ну, первое, что бросается в глаза, конечно, самое заметное, это трибуны. Да, откуда и сколько трибун все-таки привезли для того, чтобы бассейн мог вместить 650 зрителей? Ну, на сегодняшний день у нас в нашем бассейне было установлено 450 трибун, которые шли по проекту бассейна, плюс дополнительно еще 182 места. Мы поставили съемные трибуны, мы их взяли, нам предоставил ледовый дворец в Порту, за это им большое спасибо. То есть, около 650 мест мы можем вместить на эти матчи на сегодняшний день. То есть, с ледового дворца привезли, да? Да, нам оказали помощь, тем самым мы смогли больше количества людей обеспечить явку на это мероприятие, чтобы люди посмотрели вживую эти соревнования. Еще позаботились о болельщиках с особенными потребностями, да? Да, у нас был для этого выделен специальный сектор, мы еще довезли там пару мест и диванчиков, поставили для этой группы людей, то есть, они заходят у них за свой вход, они могут подниматься на лифте, они могут подниматься там по ступенькам, у них отдельная зона, комфортная зона, то есть, им все это нравится, и это очень здорово. Также, конечно, очевидно, об этом, кстати, говорили и спортсмены, и представители Международной Федерации Водного Пола, о том, что свет очень хороший в бассейне, как удалось достичь этого, потому что при открытии немножко тусклее было в зале. Да, потому что по требованиям телевидения Международной Федерации свет должен был составить не менее 1500 люмен, мы в течение месяца эту проблему решили, нам бюджет дал средства, будут установлены еще дополнительные 144 лампы индукционные, которые очень хорошо, ярко светят, поэтому требования мы соблюдили все полностью, все спортсмены, представители, комиссары Международной Федерации, все были довольны, всем действительно свет понравился. Вот, конечно, да, разница огромная была в том, что у нас было месяц назад, и то, что сейчас это люди все заметили, и зрители, и телезрители, я думаю, это видели, и это оценили. Денис, мы также оценили обновленные душевые, это сделали по запросу сургутян, убрали эти поддоны, или это для спортсмена все-таки? Ну, в первую очередь мы, конечно, да, подумали, когда их меняли, это о том, что все-таки жители города, когда пришли в феврале месяце в наш бассейн, были такие жалобы, действительно было неудобно, мы это сами понимали, хотя это был проект, мы не могли изначально ничего там переделать, но дополнительный стимул в виде этих соревнований повлиял на это, и мы исправили, мы убрали эти чугунные поддоны, полностью демонтировали, дополнительно сделали трапы, чтобы вода уходила, ну, своими силами, школьными средствами мы заменили сантехнику, ну, как могли, конечно, там не какую-то там шикарную, там фирменную, да, но своими силами, самое главное, что она функциональна, она работает, жалоб не было, но люди, которые пришли уже после этого ремонта, после лета, когда зашли на нас в августе, тоже это оценили, были довольны, очень благодарность большую нам выразили, то есть все очень замечательно и хорошо получилось. Довели до ума, да? Да, мы сделали так, чтобы это было комфортно и функционально. Интересно, вот разметку игровой зоны для ватерполистов, вот установка ворот, сколько сил это занимает, что пришлось сделать для того, чтобы ворота на нужном уровне стояли, на нужной, так скажем, расстоянии от бортиков и так далее? Ну, начнем с того, что это мероприятие вообще первый раз проделалось в Сургуте, опыта проведения у нас никакого не было. Большое спасибо вутербольному клубу Югра, который нам подсказал, как это сделать. Нам были высланы документы, с Югра Мегаспорт нам прислали разметку ворота, но так как у них в водном поле поменялись немножко правила, нам пришлось эту же разметку, которую нам прислали, дорабатывать ее, изменять, то есть мы полностью вот эти все дорожки перебирали, там цвета подбирали, по размерам все составляли. Это достаточно очень долгое время заняло, потому что мы, наверное, дня 2-3 мы только на это потратили, потом мы ворота устанавливали очень долго, вымеряли там до сантиметра, потому что там по требованию международные есть свои требования, то есть не соответствуя каких-то даже пару сантиметров, мог комиссар матча, который проверяющий приезжал, он мог вообще аннулировать это мероприятие, потому что разметка не соответствует. То есть мы вот прямо до сантиметра все вымерили, то есть долгий процесс, устанавливали очень долго мячик в центр, Там поле, если зрители обратили внимание, там на веревку крепятся, там присосками, там сложная система именно в центре должна быть. То есть очень нюансов много. Теперь мы эти нюансы, слава богу, знаем и готовы уже, не знаю, в дальнейшем работать и проводить мероприятие намного качественнее и быстрее все устанавливать. Вам нравится результат? То, что получилось? То, что сегодня происходит на водном поле? Да, мне очень нравится. Особенно, да, свет. Это земля и небо, конечно, то, что было. Когда приходишь, прям свет радует, прям есть такое даже желание, как зритель. Особенно очень понравилась картинка, конечно, на телевидении, как это смотрится. То есть смотря в монитор телевизоров, да, даже наш бассейн, я его не узнаю. Вот он реально стал другим, он стал такой серьезный, красивый, европейского уровня. То есть иногда, говорю, первый раз, когда увидел, даже не поверил, что это наш бассейн. Денис, спасибо. В студии телевизионного обзора новостей сегодня был Денис Гришин, заместитель директора спортшколы «Олимп». Каким был тон уходящей недели, продолжим рассказывать буквально через отбивку. Не переключайтесь. Участвуй и побеждай! Под таким лозунгом в регионе проходит вторая историко-краевическая викторина в рамках проекта «Многовековая Югра». Первая, напомню, состоялась в марте. Называлась она «Югре-900». Участие в ней приняли около 500 тысяч человек. Такой ажиотаж и спрос побудили общественников округа продолжить начатое. Они инициировали вторую викторину, которую назвали «Города Югры». Для того, чтобы каждый узнал больше о муниципалитетах автономии, организаторы подготовили уникальные исторические буклеты, которые разместили в интернете. Любой югорчанин, которому уже исполнилось 6 лет, кто изучит справочники, заполнит бланк, который тоже состоит из 10 вопросов, и сдаст его на пункт приема анкет, получит шанс побороться за заманчивые призы. Какие, а также зачем каждой анкете присвоили индивидуальный QR-код? Ответы в материале Антонины Сахаровой. Яркий старт и огромное количество участников первого этапа проекта «Многовековая Югра» краевической викторины «Югре-900» побудили организаторов продолжать подобные исторические марафоны в регионе. Если инициатива дебютного мероприятия исходила от Хантамансийска и вузов округа, в том числе и от историков Сургу, то провести второй этап акции предложили в Нижневартовске. Поводом послужил памятник покорителям Самотлора, который, кстати, был реконструирован в прошлом году. 40-летний юбилей открытия памятника Алёше в Нижневартовске, так они и называют этот памятник Нижневартовцы, общественной организации Нижневартовска предложили продолжить вот этот путь, путь, связанный с продолжением и углублением интереса к истории своих городов, Югры в целом, и общественные организации других городов, в том числе, безусловно, и сургутские общественные организации, поддержали инициативу общественности Нижневартовска. Второй этап проекта назвали «Города Югры». Участие в нём принимают 15 муниципалитетов, в том числе и Сургут. В анкеты включили 10 вопросов. Пять из них касаются общей истории региона. Ещё пять – конкретно города, в котором живёт участник викторины. Главное не сделать такие вопросы было, чтобы люди не смогли на них найти ответы, запутать наших югорчан, а то, чтобы они прикоснулись ещё раз к страницам истории городов Югры. Анкеты на этот раз сделали более высокотехнологичными. Каждому бланку свой уникальный QR-код. Во-первых, это позволит избежать задвоения анкет, ведь каждый участник может заполнить только одну. Во-вторых, ускорит процесс определения победителей. Скачать бланк можно на портале «Открытый регион Югра». Если по каким-то причинам сделать этого не получится, попытаться правильно ответить на вопросы можно в пунктах приёма анкет 9 сентября. Располагаться они будут в непосредственной близости от избирательных участков. Наши пункты будут реализированы, там будут располагаться волонтёры. С помощью приложения уникального, которое разработано, будет сканироваться QR-код с анкетой. Тем самым мы думаем, что очередей будет намного меньше, и это позволит избежать ошибок. Каждый участник викторины Югре-900 получал в подарок магнитно-холодильник. В этот раз организаторы решили подсластить пилюлю. Они закупили 36 тонн шоколада. Причём можно будет выбрать плитку по душе – молочный шоколад или тёмный. В Суркут поступило больше 100 тысяч шоколада. Это около 10 тонн. И поэтому абсолютно все участники 100% получат свои призы. И также маленькие участники. Мы не должны забывать, что викторина у нас от 6 лет. И поэтому я думаю, что детям будет очень приятно за своё участие получить приз. Главных победителей викторины определит случай. Однако происходить это будет в прямом эфире. Всё абсолютно прозрачно и честно. К розыгрышу допустят только тех, кто правильно ответил на все вопросы. А там уже госпожа удача решит, кому и какой приз достанется. На кону в Сургуте пригласительные билеты в культурные учреждения, бытовая техника, айфоны десятой модели и планшеты, скутеры, снегоход, четыре машины. Главный приз, о котором стало известно буквально на уходящей неделе. В нашем городе в число презентов вошла квартира на улице Белецкого. Выиграть квадратные метры может каждый. Например, в викторине «Югре-900» квартира досталась маленькой Даше Перепелица. Сын-первоклассник принёс анкету нам домой, и мы решили тогда загорелись и участвовать. Особенно дети. Они потому что верили, что они выиграют, победят. И надо сказать, что, наверное, вот эта детская вера, чудо, она, наверное, вот и победила. Потому что мы, взрослые, уже не верим в чудеса. А вот у детей это получается. Для того, чтобы сделать изучение истории родного региона и города ещё более занимательным, организаторы подготовили 15 уникальных буклетов, которые есть в интернете. Там собрали самые интересные и важные факты о городах Югры. Безусловно, нефтяной край, пробуждённый к жизни огромное количество населённых пунктов. Безусловно, есть абсолютно точный и ясный аргумент для усиления и для развития вот этого интереса проживающих горожан и молодых, и, так сказать, ветеранов. К своей истории. Принимать анкеты организаторы городов Югры и кураторы проекта «Многовековая Югра» будут до вечера 9 сентября. Розыгрыш призов состоится через неделю, 15-16 сентября. Подробности о проведении викторины узнавайте на портале открытый регион Югра myopenyugra.ru. Телефон горячей линии центра «Открытый регион» 8 800 101 00 86. Антонина Сахарова, Дарья Давыдова, Денис Зонов, Николай Сапожников. Специально для телевизионного обзора новостей. Прямо сейчас мы прервемся на небольшой блок коммерческой информации, каким был тон уходящей недели. Продолжим рассказывать совсем скоро. Оставайтесь с нами. Я приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Каким был тон уходящей недели? Вам рассказывают корреспонденты службы информации «Сургут Интерновостей» и я, Дарья Давыдова. 3000 операций выполнили хирурги окружного кардиодиспансера с начала года. Крайней для округлой даты стало вмешательство на сердце у трехмесячного ребенка. У мальчика была диагностирована полная форма атриовентрикулярной коммуникации. Один из самых редких врожденных пороков сердца. От общего их числа встречаемость 2-6%. Это то, что касается плановых операций. К тысяче близится количество экстренных вмешательств. Причем подавляющее большинство пациентов с острым коронарным синдромом вернулись к привычной полноценной жизни. Как отметил Валерий Ромашкин, заместитель главного врача кардиодиспансера по медицинской части, наблюдается тенденция к увеличению операций у пациентов с ишемической болезнью сердца. Впрочем, очень много таких больных удается выявить до того, как заболевание перейдет в острую стадию, потому как растут диагностические возможности специалистов. Вот эта отработанная система уже, то есть программа Югрокор позволяет, скажем так, уже на потоке этих пациентов выявлять, то есть в различных наших муниципальных образованиях, в том числе, и уже, скажем так, это отработано. И очень важный момент. Диагностические возможности позволяют спасать не только тех пациентов, которые приезжают в ОКД на обследование, но и тех, кто прибыть в Сургут по каким-то причинам не может. Кто-то из-за удаленности своего поселения, кто-то из-за возраста, кто-то из-за того, что попросту невнимателен к своему здоровью. Тогда кардиологи берут дело в свои руки и сами выезжают к населению. Специалисты кардиодиспансера отправляются в такие командировки уже больше десятка лет. В этом году ОКД присоединился к проекту «95 добрых дел», который объявил в Сургутском районе глава Андрей Трубецкой. Такая масштабная акция приурочена к юбилею муниципалитета. В рамках проекта «Десант здоровья» объехал пять поселений района. Локосово, Бугут, Ультьягун, Сытомина и Рускинскую. Были обследованы 150 человек. Каковы результаты таких выездных скринингов и как поступают врачи в случае, если любая секунда на счету и медлить нельзя? Прямо сейчас расскажем в нашем спецрепортаже. Командировки по поселениям Сургутского района «Десант здоровья» начал в конце августа. Скрининги специалистов были нацелены на людей старшего возраста, имеющих проблемы с сердцем и сосудами, а также бывших пациентов кардиохирургических отделений ОКД. Таким жителям нужен тщательный и, главное, обязательный регулярный осмотр. Однако в случае, если ничего не беспокоит, люди редко обращаются к врачам, а порой и вовсе забрасывают лечение. Не все пациенты ответственные. Есть хорошие, которые все принимают по назначению. Там есть и другие факторы, и финансовые возможности, отсутствие каких-то аптек и другие. Может быть, пациент просто забывает принимать препараты. В поселениях Сургутского района работают фельдшерско-акушерские пункты, однако в них, как правило, тщательную диагностику сердца и сосудов выполнить возможности нет. Поэтому и население деревень и поселков района, и даже сами медработники ФАПов очень рады приезду специалистов окружного кардиодиспансера. Вести о визитах врачей моментально разносились по поселениям. У нас тут, получается, из диагностических методов только электрокардиограмму можно сделать. И общий анализ крови, биохимический анализ крови можно знать. И прием врача-терапевта. Например, в Русскинской. Если терапевты видят на электрокардиограмме изменения, то они направляют больного в Федоровскую больницу или непосредственно в УКД. Если у пациента хроническое заболевание, то ведут его сами. Однако, как мы уже говорили в начале материала, некоторые диагнозы могут не проявлять себя долгое время, хотя будут точить организм изнутри. Это касается бляшек на сосудах, атеросклероза. Возникают из-за повышенного уровня холестерина. Бляшки могут быть рыхлыми, распадаться на мелкие кусочки. Кровоток будет гнать частицы по артериям, что может привести к закупорке сосудов и, как следствие, к угрозе инсульта. Обследование нужно повторять раз в год, знать свой уровень холестерина. Я посмотрела, у вас карточки есть УЗИ-сердце, но вы его давно делали. Нужно будет повторить. Галине Зеленовой 68 лет. У нее как раз таки не было никаких жалоб на здоровье. Активная и веселая женщина до сих пор работает, на больничный ходить не хочет, помогает детям воспитывать семерых внуков. Кардиолог назначила ей дообследование на базе УКД из-за обнаруженных бляшек. Сердце хорошее, все хорошо. Только забитые сосуды. Сосуды надо чистить. Хорошие девочки, все хорошие, все внимательные, обследовали, все хорошо. Сказали, пригласятся до обследования. А вот Атмитханда Урбеков год назад перенес инфаркт. Таблетки, прописанные кардиологом, принимает строго. Слишком уж страшны ему воспоминания о недуге. Забрался на рыбалку, я что-то передумал, и гореть начал в ручке. Задыхался и все. Врагу не пожелаю, не в слову, инфаркта. Олеся Москвина работает в УКД с 1994 года. Тогда, собственно, и кардиоцентра, как такового, не было. Именовалась клиника медсанчастью. Врач функциональной диагностики вспоминает, в командировки отправлялись с небольшими портативными доплерами. Их еще иногда называют слепыми. Такая техника могла только помочь врачам оценить скорость кровотока и понять, есть стеноз, то есть сужение просвета артерии, или нет. Конечно, техника шагнула намного-намного вперед. Вот этот у меня за спиной аппарат. Он, хотя и в виде ноутбука, но он имеет полностью все функции стационарного аппарата и замечательную разрешающую способность экрана. Мы можем оценить не только скоростные характеристики, но мы можем увидеть каждую бляшку, измерить ее и сказать, какая она устойчивая или неустойчивая. Да и болезни, седует Олеся Юрьевна, молодеют. Порой встречаются случаи, когда люди переносят инфаркты еще до 40 лет. Всему вину и стрессы, и экология, и образ жизни. В любом случае, сегодня большее знание в области кардиологии и совершенное оборудование помогают порой спасать людей даже в самых экстренных случаях. Один из таких произошел на уходящей неделе в поселке Локосово, когда десант здоровья обследовал жителей того берега реки. Бригады окружного кардиодиспансера побывали в пяти поселениях Сургутского района. Случались и экстренные случаи. Например, в Локосово пациентку пришлось санавиацией. Центром медицины катастроф срочно отправлять в клинику. У нее выявили нестабильную прогрессирующую стенокардию. Это означает, что инфаркт у нее мог случиться в любой момент. Времени ждать не было. Всего специалисты за время акции обследовали 150 человек. У каждого второго пациента диагностирована гипертония. На втором месте по выявляемости ишемическая болезнь сердца. Третья по распространенности группа недугов – нарушение ритма сердца. Они были обнаружены у каждого десятого. Мы сейчас очень серьезно занимаемся этой проблемой. Она требует особого внимания, потому что нарушение ритма сердца – это пациента особого риска. Потому что высокий риск как внезапной смерти, так и таких осложнений, как инсульты. Это наши инсульты кардиомболические. Каждый третий пациент из 150 обследованных в поселениях Сургутского района жителей приедет в УКД на дополнительный скрининг. Для удобства с людьми согласуют даты и время приема. По словам специалистов, им порой приходится даже уговаривать пациентов пройти лечение, принимать препараты, прооперироваться. И здесь часто положительную роль играет прямой диалог с врачом. Поэтому такие командировки будут продолжаться. Причем не только по поселениям Сургутского района, но и по всей Югре. Медицинский десант, сохраняющий сердца жителей региона здоровыми, свою эффективность доказывал уже неоднократно. Кстати, в окружную кардиодиспансер уже начали приходить благодарности за доброе дело. Жители, медики, администрации поселений, где работали бригады, говорят спасибо врачам за то, что те стоят на страже их здоровых сердец. Впрочем, сказать спасибо прямо сейчас вам, телезрители, за ваши добрые дела хотела бы одна сургутская семья. Это семья Хомченко. Юлия Владимир и их маленькая дочка Амелия. У девочки сочетание двух генетических заболеваний. С такими диагнозами в истории болезни она одна в России. Благодаря поддержке и вниманию неравнодушных людей, Хомченко удалось купить для Амелии очень много жизненно важных аппаратов. Они помогают ребенку оставаться сильной настолько, насколько это возможно. А порой выполнять обычные физиологические вещи, которые ей недоступны. Например, откашливаться. Историю Амелии, девочки, которая верит в чудо, расскажет Иван Фирсов. Они пригласили нашу съемочную группу в гости для того, чтобы сказать спасибо за помощь и поддержку всем, кто не прошел мимо. Мы познакомились с семьей Хомченко еще в 2017-м. Тогда наша редакция информации узнала новые медицинские термины. Фенилкетонурия – это неусваиваемость белка и аминокислот и спинальная мышечная атрофия. Оба диагноза генетические, а сочетание их в одном человеке – редчайшее явление. И это явление именно случай маленькой Амелии. В России больше нет детей, в чьей истории эти болезни бы стояли через запятую. Амелия очень любит играть в мяч, однако такие простые движения даются девочке с огромным трудом. Либо сидя на коляске, либо стоя у стены в специальных поддерживающих туторах. За счет шарниров, которые не умеют стоять, он удерживает тело. Ребенок, не снимая, носит корсет, который фиксирует тело и хоть как-то защищает внутренние органы. Спинальная мышечная атрофия означает, что у девочки практически нет мышц. Те, что есть, постепенно умирают. То есть она не то, что не может даже ровно сидеть или хорошо держать голову. Даже такие простые физиологические движения, как откашляться, ей недоступны. Благодаря помощи неравнодушных сургутян аппарат для выведения мокроты из легких удалось оперативно приобрести. Сумму в 500 тысяч рублей собрали буквально за пару недель. И теперь, если Амелия простудится, не так страшно. И еще о корсете. Сначала Амелии сделали его в России, однако бандаж ей не подошел. Стали появляться пятна, девочка жаловалась, что ей неудобно. Родителям Амелии порекомендовали клинику в Германии, которая специализируется на производстве таких корсетов. Первый раз нам сделали корсет за 2800 евро. Мне также помогли небезразличные люди, потому что нужно было делать экстренно и билеты, и сумма такая. Мы заметили, что Амелия в нем удобна, она даже в нем может спать. Прошло три с половиной месяца, мы поехали на реконструкцию, так как три, максимум шесть месяцев его нужно подгонять под размеры ребенка. Врачи удивились. Вместо привычного увеличения корсета им пришлось его уменьшать. Буквально перед вылетом Амелия попала в реанимацию. Что с ней случилось, точно не сказали до сих пор, но вес ребенка в четыре года снизился до критических 7 килограммов 100 граммов. В Германии медики провели девочке полное обследование. Вердикт неутешительный. Помочь Амелии может только препарат под названием спинраза или нурсинурсен. Его произвели в Америке, аналогов нет. Отсюда и цена – 52 миллиона рублей. Родители Амелии попробовали выйти на разработчиков лекарства в США, и они ответили на запрос. В мире мы вторые, у кого фенилкетонурия и спинномышечная атрофия. Действительно, случай для них уникальный. Они хотели бы помочь сохранить жизнь ребенку. Но получение визы они не могут гарантировать. Мы обратились в консульство Америки в Екатеринбурге. Они сказали, что уже год как закрыто, нам никто не даст визу. Мы позвонили в Казахстан, сказали закрыто. В Беларуси, в Украину нам везде отказали. В России спинраза – препарат незарегистрированный. Попадет ли он вообще когда-то в реестр разрешенных медикаментов – неизвестно. Зато его добавили в такой список в Европе. Причем там лечение спинразой могло бы войти в страховку. Мы также попробовали мужу попытаться найти работу в Европе. И если у мужа будет получаться страховку, выдают по работе. И тогда будет спинраза. По страховке можно было бы. Но у нас лечебная виза. Нам отказали. Сказали, что муж не редкий специалист. Ветеринары нам не нужны. Родители Амелии понимают, что такую сумму – 52 миллиона рублей – наверное никогда не собрать. Отказали и в Русфонде. Причина – опять же огромный счет. Благодаря поддержке неравнодушных людей Хомченко продолжают справляться с ежедневными трудностями, которые для нас кажутся пустяками. Например, сегодня выписали аппарат для неинвазивной вентиляции легких, чтобы тренировать органы дыхания и не дать им атрофироваться. А маленькая Амелия, которая в свои 4 года видела медиков больше, чем некоторые взрослые, твердо решила стать врачом, когда вырастет. Каким именно, пока не знает, но может быть ортопедом. Прижимая к груди плюшевого зайца в корсете, почти и таком же, как у нее самой, Амелия верит в чудо. Иван Фирсов, Дарья Давыдова, Николай Сапожников. Специально для телевизионного обзора новостей. Купи кирпичик для театра. Коллектив театра актера и куклы Петрушка просит администрацию города продумать механизм, при котором будет возможно открыть счет для финансовой помощи в строительстве нового здания. Дело в том, что помещение, которое сейчас занимает труппа, бывший кинотеатр «Аврора», требует полной реконструкции. Читай, все снести и заново построить. Денег нет. У бюджета всех уровней другие приоритеты – завершить долгострой. Включиться в федеральную программу и начать возводить дом для людей и кукол, по прогнозам, можно будет не раньше 2021 года. И то не факт. Актеры не хотят сидеть сложа руки и рассматривают все варианты, в том числе и просить помощи у неравнодушных граждан. Ведь многие сургутяне выросли на спектаклях Петрушки, а теперь вводят сюда своих детей, которым через постановки привывают главные жизненные ценности. А что хорошего произошло в культурной среде сургута, расскажем далее. Пожалуй, они организовывают самые веселые пресс-конференции в городе. Театр Петрушка рассказал журналистам о своих планах на год и показал отрывок ближайшей премьеры. Мюзикл «Красная шапочка» поставил режиссер из Костромы Михаил Логинов. А это уже у нас получился такой музыкально-приключенческий триллер, боевик практически. Это настолько динамичная такая постановка. Режиссер очень довольный, радостный. Этот спектакль, он такой драйвовый. Он, конечно, затрачивает очень много энергии, но это на того стоит. Еще коллектив, так, все такие комедийные, все собрались в какой-то момент быстро работать, что-то сочинять, хоп-хоп-хоп-хоп, и памс, и получился спектакль. Помимо премьеры, планов у Петрушки целая гора. По федеральной программе они принимают гостей из других театров, которые покажут сказки сургутянам, а также едут в гости сами, как за рубеж, так и в регионы. Конечно, очень приятно, что мы включены в международный фестиваль, четвертый, «Кировятка детства». Это когда ты в афише смотришь Санкт-Петербург, Франция, Сургут, и когда ты вот эту афишу листаешь, ты понимаешь, что ты как-то топ-лист, который ты, и мы везем туда наш замечательный спектакль «Госпожа Метелица», который любим нашим зрителям, любим нашим театром. Он такой женский, красивый, великолепная доброта, чудеса, снег. 2019-й объявлен президентом годом театра, и актеры надеются, что красивых премьер при поддержке федеральных программ будет еще больше, хотя их немало и в этом году. Театральному искусству посвящена выставка, открывшаяся в художественном музее. И хоть на афише и значится 20-й век, есть здесь работы и более ранних авторов. У него необычная фамилия, имя, отчество. Сочетание. Карл Иванович Бергамаско. Это первое. Он сицилиец по происхождению, итальянский подданный. Приехал вместе с матерью, еще будучи ребенком, в Россию. Работал в театре. Жизнь театральную знает не понаслышке. И он потом заслуженно стал называться фотографом императорских санкт-петербургских театров. Во-первых, художник считал, что любой человек красив и актер в том числе. Все зависит от того, как его сфотографировать. Если, предположим, у женщины длинный нос, нужно ее сфотографировать таким образом, чтобы сделать акцент на тонкой талии. На фотографиях запечатлены знаменитые актеры, режиссеры, балерины. Вера Холодная в осеннем одеянии, Айсидора Дункан в профиль. Есть и та самая Матильда, наделавшая столько шума. Выставка ждет своего зрителя до конца октября. Музей черного лиса открылся в историко-культурном центре «Старый Сургут». Экспозиция рассказывает об орнаменте в виде зверя в культуре коренных народов Севера, о торговле пушниной в Сибири и, конечно, о лисе как о геральдическом символе. Проект помогли реализовать представители власти и бизнеса. Сургутские черные лисы поставлялись в Европу в основном в Данию. Соголи поставлялись во все страны, а красные лисы поставлялись в Португалии. То есть даже в Европе была такая специализация меховой торговли, которая поставлялась из Сибири, составляла основную часть государственной казны. В экскурсиях используются мультимедийные проекты технологий дополненной реальности. Это позволяет по максимуму информативно использовать небольшое помещение. Большой исторический блок посвящен ярмаркам, в том числе в Сургуте. Можно попробовать себя в роли купца или охотника. Экспозиция будет дополняться. Здесь появятся полномасштабные объемные манекены. И, конечно же, появятся, говоря о современных технологиях, очки виртуальной реальности. Поэтому, одев их, мы можем попутешествовать лесими тропами, тропами черного лиса. Очень надеемся, что всех от мала до велика вот такой вот формат погружения в исторический материал, очень интересный материал, будет знаком с одной стороны как форма, с другой стороны откроет для них новую информацию. Екатерина Любешева, Николай Сапожников, Денис Зонов. Специально для телевизионного обзора новостей. Далее реклама и прогноз погоды на предстоящие 7 дней. Я желаю вам только хороших новостей. Увидимся на наших каналах. Не сказка, а огромный выбор шуб. Скидка на норку 50%. Сургут с 30 августа по 2 сентября. Камертон. С любимыми не расставайтесь, с друзьями почаще встречайтесь и праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 33 55 00. До сих пор ждешь, когда упадут цены на жилье? Ниже уже не будет. Покупай прямо сейчас готовое жилье в 42-м микрорайоне. Однокомнатные квартиры от 1 миллиона 750 тысяч рублей. Двухкомнатные от 3 миллионов 150 тысяч. И трехкомнатные от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Ипотека и акции при покупке от ведущих банков. Кстати, внести оплату теперь можно через сайт sps86.com. Улица Тюменский тракт, 2-1, телефон отдела продаж в Сургуте, 600-190. Сигпромстрой. Добро пожаловать домой. Компания «Жалюзи». Жалюзи всех видов. Карнизы для штор, замеры и установка, изготовление за один день. Теперь мы еще и по новому адресу. Улица Геологическая, 9, в торговом центре Славянский. Телефон 33 33 21. А ты говоришь, не сезон. Я все переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а. Хорошо там, где есть радиодача. Телерадио компания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю с 10 по 16 сентября. В студии Инна Павлев. Новый Киа Сид. Интеллект в великолепной форме. Мощный двигатель и целый комплекс прогрессивных электронных систем безопасности и помощи водителю. Подробности у официального дилера Киа на нефтьюганском шоссе 62-2. Или по телефону 500-888. Генеральный партнер прогноза погоды – Киа-центр «Сургут». Официальный дилер Киа на нефтьюганском шоссе 62-2. В начале недели циклон будет подбрасывать к берегам Аби вместе с дождевыми тучами порцией холодного арктического воздуха. В результате атмосферное давление станет повышаться, и уже к среде в регионе сформируется погожий антициклон. Но уже к пятнице небо снова начнет затягивать дождевая облачность циклона. В начале недели облачно, с прояснениями небольшие осадки. В понедельник утру 0,5, после полудня на 7 градусов выше. Во вторник ночью уже заморозки до минус 2, а днем плюс 6, плюс 11. В середине периода переменная облачность, осадки маловероятны. В среду на столбиках термометров ночью от 3 мороза до 2 тепла. Днем воздух прогреется до плюс 12. В четверг ночная температура воздуха минус 1, плюс 4, днем 10-15 градусов тепла. В магазине «Домашний погребок» большой выбор самоваров от классических до расписных, а также продукты для изготовления праздничных напитков. Дрожжи, натуральные ароматизаторы, дистилляторы, бочки. «Домашний погребок», торговые центры «Агора» и «Богатырь». Акция в магазинах «Домашний погребок». Скидка 20% в одном чеке на дистилляторы, бочки, коптильни, радиоприемники, самовары. В конце недели облачно, с прояснениями, временами дождь. В пятницу ночью плюс 5, плюс 10, днем на 4 градуса потеплеет. И в выходные, субботу, воскресенье, к утру 2,7 градусов со знаком «плюс», а днем плюс 8, плюс 13. Скидки супер! Выбор класс! Только в «Карапузе» скидки до 50% на школьную форму и рюкзаки. Мама, а как же игрушки? С «Карапузом» хватит на все. «Карапуз»! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю комфортной погоды в вашем доме. Будьте здоровы! До свидания!